Вы слушаете чтение Библии. 11 июня. Первое послание к Коринфянам. 15 и 16 главы. Глава 15. Напоминаю вам, братья Евангелие, которое я благовестовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанного держитесь так, как я благовестовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию, и что явился Кифе, потом двенадцати, потом явился более, нежели пятистам братьям одновременно, из которых большая часть даны не в живых, а некоторые и почили, потом явился Иакову, затем всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоему извергу. Ибо я наименьший из апостолов и не достоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божию, но благодатью Божией есть то, что есть, и благодать его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мной. Итак, я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали. Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетная вера ваша. Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал. То есть, если мертвые не воскресают, ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших. Значит, и умершие во Христе погибли. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех людей. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо как смерть через одного человека, так через одного человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке, первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его. А затем конец, когда Он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. Ибо Ему надлежит царствовать, пока не низложит всех врагов под ноги свои. Последний же враг истребится — смерть, потому что все покорил под ноги Его. Когда же сказано, что Ему все покорено, то ясно, что кроме того, который покорил Ему все. Когда же все покорит Ему, тогда и сам Сын покорится покорившему все Ему, да будет Бог все во всем. Иначе что делают крестящиеся для мертвых? Если мертвые совсем не воскресают, то для чего и крестятся для мертвых? Для чего и мы ежечасно подвергаемся бедствиям? Я каждый день умираю, свидетельствуюсь в том похвалой Вашей братья, которую я имею во Христе Иисусе, Господе нашим. По рассуждению человеческому, когда я боролся со зверями в Эфесе, какая мне польза? Если мертвые не воскресают, станем есть и пить, ибо завтра умрем. Не обманывайтесь. Худые сообщества развращают добрые нравы. Отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо к стыду Вашему скажу, некоторые из Вас не знают Бога. Но скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые и в каком теле придут? Безрассудный. То, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное или другое какое, но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело. Не всякая плоть та же плоть, но иная плоть у людей, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц. Есть тела небесные и тела земные, но иная слава небесных, иная земных. Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд. И звезда от звезды разнится в славе. Так и при воскресении мертвых. Сеется в тлении, восстает в нетлении. Сеется в уничижении, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силие. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное. Так и написано, первый человек Адам стал душой живой, а последний Адам – дух животворящий. Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Первый человек из земли – перстный. Второй человек – Господь с неба. Каков перстный, таковы перстные, и каков небесный, таковы небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать царство Божьего, и тление не наследует ни тления. Говорю вам тайну. Не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, в мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному этому надлежит облечься в нетление, и смертному этому облечься в бессмертие. Когда же тленное это облечется в нетление, и смертное это облечется в бессмертие, тогда сбудется слово, написанное «Поглощена смерть победой». Смерть! Где твое жало? Ад! Где твоя победа? Жало же смерти — грех, а сила греха — закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. Глава шестнадцатая При сборе же святых поступайте так, как я установил в церквах галатейских. В первый день недели каждый из вас пусть откладывает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду. Когда же придут, то которых вы изберете, тех отправлю с письмами для доставления вашего подаяния в Иерусалим. А если уместно будет и мне отправиться, то они со мной пойдут. Я приду к вам, когда пройду Македонию, ибо я иду через Македонию. У вас же, может быть, поживу или и перезимую, чтобы вы меня проводили, куда пойду, ибо я не хочу видеться с вами теперь мимоходом, а надеюсь пробыть у вас некоторое время, если Господь позволит. В эфесе же я пробуду до пятидесятницы, ибо для меня открыта великая и широкая дверь, и противников много. Если же придет к вам Тимофей, смотрите, чтобы он был у вас в безопасности, ибо он делает дело Господне, как и я. Поэтому никто не пренебрегай им, но проводите его с миром, чтобы он пришел ко мне, ибо я жду его с братьями. А что касается брата Аполлоса, я очень просил его, чтобы он с братьями пошел к вам, но он никак не хотел идти ныне, а придет, когда ему будет удобно. Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды, все у вас добудет с любовью. Прошу вас, братья, вы знаете семейство Стефана, что оно начато к Ахайи, и что они посвятили себя на служение святым. Будьте и вы почтительны к таковым и ко всякому содействующему и трудящемуся. Я рад прибытию Стефана, Фортуната и Ахаика. Они восполнили для меня отсутствие ваше, ибо они мой и ваш дух успокоили. Почитайте таковых. Приветствуют вас церкви осейские. Приветствуют вас усердно в Господе Акила и Прескила с домашней их церковью. Приветствуют вас все, братья. Приветствуйте друг друга святым целованием. Мое Павла приветствие собственноручно. Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема, маранафа. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами и любовь моя со всеми вами во Христе Иисусе. Аминь. Для того, чтобы вам приходило каждый день чтения Библии, нажмите подписаться, а потом на колокольчик. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.